Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Оркен Медиа. В ближайшие минуты я, Виктория Буханцева, и мои коллеги представим вам информационную картину дня. Коротко о главном. Электрические перебои. Когда закончится ограничение света в некоторых районах города? В праздниках 16-17 декабря у нас зависимость на этот вопрос решения. Дополнительные уикенды. При каких температурах отменяют занятия в школах? Информацию вы можете узнавать на сайте отдела образования. Эхо-девальвации. Вкладчики Жилстройсбербанка получат курсовую разницу. Непостоянный свет. Больше месяца жителям восьми районов города отключают электроэнергию. В зону ограничений попали с 6 по 12 микрорайоны, 90-й квартал и некоторые дома частного сектора. Подачу света останавливают на 2 часа в любое время суток. Когда же все это закончится и почему так происходит, разбиралась Жан Сая Мусина. Время готовить ужин для Гульсим Шаймерденовой наступает уже в 2 часа дня. Бабушка двоих внуков знает, в любую минуту отключат электроэнергию и неизвестно, когда ее вернут. Вместе со светом из дома уходит и тепло, но обидно пенсионерке еще и за пропущенные сериалы. Сценарий с неизвестным поворотом идет уже около месяца. Обещают с 3 до 5, но это время никогда не держится. Они могут дать полшестого в 6 часов вечера. Когда отключают свет, у нас рядом здесь насосное, сразу соответственно падает температура дома, отопление и горячая вода тоже. Вот мы хотим просто, знаете, справедливости. Мы согласны, неделю один раз можно отключать, если ограничение. Пусть по очереди делят на районный город и отключают. Почему именно зациклились на 17-м квартале. Это потому, что 17-й квартал получает электричество со станции «Городская». Она обеспечивает светом почти треть города и принадлежит организации «Балхаш Энерго». Последние задолжали генеральным поставщикам 44 миллиона тенге. Поэтому они ввели ограничения. Время и дату снабженцы выбирают сами и сообщают за 20 минут до отключения. Оно уходит на то, чтобы предупредить объекты первой важности – школы, больницы, насосные станции. «Балхаш» имеет две основные точки запитки электроснабжения. Это, значит, первая со стороны ТЭЦ у нас с линии приходит. Вот подстанция «Городская», которую отключают ежедневно на два часа. Диспетчер КИГОКа ЦРДЦ, то есть центральный распределительный пункт, такой у них есть, дает команду на отключение на подстанцию «Балхашская», которая находится в районе Алматинской трассы. И оттуда происходит отключение 106-й линии. В скором времени все закончится, заверили начальники. Местные власти помогли «Балхашэнерго» справиться с долгами. После Дня независимости в город вернется стабильное электроснабжение. А 31 декабря с организацией «Жизкозганэнергосбыт» заканчивается срок договора. Немного подождать надо. Ну, это, естественно, я хочу извиниться перед жителями города Балхашар, что сложилась такая ситуация у нас в городе. Ну, это независимая одна из причин. До праздников 16-17 декабря и независимости мы этот вопрос решили. Этот вопрос решается на уровне областного Акимата и нашего Акимата. При том, поставщик электроэнергии для населения и юридических лиц, скорее всего, с Нового года будет другой. «Жизкозганэнергосбыт» нарушает договор 5Т, который заключен на транспортировку электроэнергии. В долгий ящик четверо служащих Балхашского Акимата и двое управления госдоходов привлекли в этом году к ответственности за несвоевременное рассмотрение обращений горожан. Чтобы устранить подобные проблемы в области, с Нового года вводится единая электронная система. Об этом рассказали на встрече в Акимате. С 1 января любые заявления граждан будут заносить в автоматизированную базу и регистрировать. Взамен выдадут талон с номером, по которому на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК можно будет узнать о стадии рассмотрения обращения. У каждого есть свои сроки в зависимости от сложности вопроса – минимум три дня. Если заявку во внимание не приняли за дело, возьмутся специалисты Комитета и привлекут виновных к ответственности. В республике такая система действует давно. В нашей области вводится со следующего года. Но и сейчас есть проблемы. Многие поселки Актугайского района не оснащены интернетом, который необходим для функционирования базы. За несвоевременное рассмотрение обращений физических и юридических лиц, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. В дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполностью служебном соответствии привлечены шесть должностных лиц. Нурсултан Назарбаев стал человеком года 2015 в России. Премию президент получил в номинации «Международные отношения». Такую награду присуждает ежегодно выдающимся мировым лидером. Ее учредители – Русский биографический институт и Институт экономических стратегий. По мнению специалистов, Нурсултан Назарбаев достоин этого знака до достижения в международной политике и укрепления Евразийского экономического союза. В числе лауреатов также президент России Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпинь и другие. Отметим, что Нурсултан Назарбаев уже был в этом списке в 2012 и в 2014 годах. Последнее слово. Экс-премьер-министр Казахстана Сирик Ахметов попросил прощения Нурсултана Назарбаева из зала суда. Рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшей властной верхушки Карагандинской области завершилось. На скамье подсудимых оказался 21 человек. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений. Государственные обвинители заявили о том, что вина всех фигурантов дела доказана в ходе судебного процесса. В отношении Сирика Ахметова прокуроры исключили обвинение в получении взятки и попросили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговор по делу Ахметова огласят в пятницу 11 декабря. Ваша честь, я хочу обратиться к главе нашего государства, президенту Республики Казахстану Ахметовичу Назарбаеву. К своему учителю и наставнику я могу себе это позволить сказать, потому что еще в конце 90-х годов он смог разглядеть во мне будущего управленца и поверить в меня. И если суд и глава нашего государства, уважаемые установящие, позволят мне вернуться в строй, то я готов применить все свои знания и опыт, работать на благо нашей страны и восстановить свое честное имя. Внеоборотные выплаты 70 миллиардов тенге получат вкладчики Жилстройсбербанка в виде компенсации. Большую часть средств для возмещения курсовой разницы выделит государство. Кабинет министров направит из резерва почти 37 миллиардов тенге. Остальную сумму банк возьмет из собственных средств. Разницу по вкладам назначили для 492 тысяч действующих депозитов. Сроки приема заявлений еще не закрепили, но известно то, что владельцы счетов получат платежи в 2016 и в 2017 годах. Незапланированные каникулы столичные школьники два дня отдыхали дома из-за метели. Зима постепенно устанавливает свои порядки. Балхашцы в ближайшие дни тоже ждут погодные сюрпризы, поэтому мы решили рассказать, при каких из них отменяют уроки. С нулевого по четвертый класс остаются дома, если столбики термометров опустятся до минус 25 и при ветре 5 метров в секунду и более. При отметке минус 27 занятий отменят для учеников до девятого класса. При похолодании до 30 градусов мороза на учебу не идут все школьники. Время предоставления отмены занятий производится с 6.45 до 8.00 для первой смены и с 11.30 до 13.00 часов для второй смены. Информацию вы можете узнавать на сайте отдела образования, а также по телефону дежурной по школе, классным руководителям или администрации школы. Также для информирования населения телеканал Оркин Медиа запускает специальный сервис. В непогоду, когда будет отмена уроков в школах, на нашем канале с 7 до 7.30 утра будет объявление со списком счастливчиков, которые остаются дома. Эти же данные можно будет посмотреть на нашей странице ВКонтакте. И на сегодня все. Завтра вас ждет итоговый выпуск новостей. В 20.30 вы узнаете о главных новостях страны и мира, а также о том, как собирают первый тепличный урожай воспитанники интерната. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова